Здравствуйте, друзья! Давайте поиграем в Star Commander. Вот тут нам такая коротенькая обученница предоставляют. Я его читать не буду, но не потому что я всё знаю, а потому что мне лень осваивать столько букв. И вообще потому что считаю, что должно быть как-то всё интуитивно. И давайте, в общем, разбираться. Так, дисплей в Windows, всё тут нормально. Load Game, load it, нечего. Первый раз запускаем. New Game, Star Density. Normal. А что ещё есть? А, размер. Давайте Low возьмём маленький такой размерчик. Так, Membrane. Я никакой не Membrane. Enter. Какой я Membrane? Я... Во! Так, Siberian, Lemmin, G. Ну, главное, будет Siberian, Lemmin. Мне не жалко. Будьте вы проклятые. Это тоже пустое. Блин, ну что же я сделал-то, а? Начинаем снова. Siberian, Lemmin. Всё, окейушки. Galaxy Age. Возраст галактики что определяет? Так, больше ресурсов в Молодой Галактике. Соответственно, это проще. Ну, давайте попроще. AAK Strength. AAK это здесь какие-то дроны. Судя по всему, охраны или что-то в этом духе. Я так мельком прочитал. Давайте, Easer. Мне же продемонстрировать надо. Не повоевать тут. Это ж не в хардкоре дело. Стартовые технологии. Normal. Крюры, как же так. Normal. Вот Fog of War тоже отключим. Там такая подсказулька была, что... Значит, это типа... А, во. Слушайте, а вот компьютерные игроки, которые будут против меня, да? Компетентный. А как его назначить? Как сделать его лохом? Gigatel. А. Вот так вот, да? И... Хаотик. А, всё, хаотик. А что за вот хаотик? У меня... Компетент хаотик. Компетент хаотик. Пусть будет хаотик. Чёрт с ним. Всё, старт нажимаем. Уже экшен. Я понимаю, вы ждёте экшена. Я пока почему-то его не предоставляю. Экшен. Какой из меня толк, если я не предоставляю экшен? Так, где я? Вот здесь я. Зум. Смотрим. Некий сектор. Это, видимо, мой домашний мир. На это непрозрачно намекает иконка домика. Что у нас тут? Один кораблик. Stingray называется. Какой-то своего рода космический кукурузник, я так понимаю. Трансфер, скреп. О, денежатки. Нет, я тут и без корабля останусь. Коллектор. Ну, он, видать, автоматически собирает. Звезда класса G. Газовый гигант. Металлическая планета. Вот он из этой металлической планетки-то потихоньку высасывает ресурсики. Мой коллектор, очевидно. Так, звездная база. Давайте что-нибудь построим. Барксдейл. Replace. Переассайн. Переназначить. Передвинуть. Что построить? Деньжат 3000 всего лишь. Ни на что не хватит. Можно построить академию и лабораторию. Я, наверное, начну с лаборатории. Странно, похоже на какую-то втулку. А вроде лаборатория ускорить. А, зачем? Блин. Неудачник. Что здесь у нас? Как обычно. Так, офицеры. Это у нас наука. Блин, все так дорого, а? Ну, поглядите. Почему мне ресурсов-то не выдали? Нормальных. Вот. Так, какой-нибудь кораблик. Новый дизайн. Вот. Это я люблю. Это я люблю. Аркон. Сталкер. Нет, мне не нравится. Это чертичо вообще, а не корабль. Вот это так как-то вот побольше, по-моему, похоже на то, что я желаю видеть на корабле. Ну, конечно. Чем круче, тем дороже, естественно. Конструктор. Так. А, то есть мы можем на этот кораблик навесить определенный модуль, который нам позволит создавать звездные базы в других системах. А, причем, фактически из этого корабля будет создаваться база. То есть он жертвует собой, но становится база. Но мне все равно ни на ничего денег не хватит, а? Не, ну вы поглядите. Семьсот. Минимум. Минимум корабль 2200 стоит. У меня всего 200. Куда я? Что вообще? Куда податься? Ньюс. Нету. Сейв гейм. Не, не надо. Сейв гейм. Так. Я хочу пропустить ход. Стармэп. Во, next turn. Отлично. О, ресурсов начислили. И чего-то отвалили. Да? Давайте зумимся. О, во. У меня научная лаборатория построилась. Что она делает? Она, видимо, вырабатывает науку в размере 8.32. Ну, по крайней мере, я делаю такое предположение. Ты чего-нибудь вырабатываешь? Тоже 8.32. Может, я не так понял? Ну, хорошо. Здесь у меня, говорят, есть корабль. И я могу его куда-то... Крю-трансфер. Не-не-не, не крю-трансфер. Не-не-не-не. И не скрэп. Как? Как? Да как мне? А, во, мув. Во, в Бетельгезе. Из Дельфинуса в Бетельгезе. Не знаю, что меня ждет в Бетельгезе. Но почему бы не узнать? А, то есть еще и несколько ходов, да? Ну, у меня там все равно ничего не светит с моими-то финансами. Вот этот парень тоже... Это топач. А у меня на Бетельгезе три планетки. Хорошо. Давай, next turn. А, это вот я отключил туман войны, поэтому все вижу. Окей, что тут? Дельфинус сектор сайкомплитит. Arrived to Бетельгезе. Прибыль на Бетельгезе. Вот. In-game. Вставка. О, расширим, да? Пойдет. На Бетельгезе. Что на Бетельгезе? Зумимся. Терапланет. И... И что? Газер. Что Газер? А, он будет собирать. Собирателем будет. Хорошо, ладно, предположим. Посмотрим, что дальше. Чего насобирал? Насобирал груз, и теперь, походу, нужно отправляться обратно, да? Ох, что-то чувствую совершенно не то я делаю. 7 тысяч. Нифига себе. Это за что мне так отвалили? Так, окей. Так это ж я сейчас... Сейчас я разойдусь-то и академию сейчас построю и... Не знаю, и все что угодно. Муф... Куда муф-то? А, все, понятно. Так, газовый гигант. Все, я знаю. Здесь я строю... Здесь я строю, 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 строю... Дефенс апгрейд мне пока не нужен. Я не вижу, чтобы на меня нападали. Я построю академию, хотя не знаю, для чего она нужна. Но мне хочется, чтобы у меня была академия. Я не буду делать раш, нафиг его. Одни проблемы. Я построю... А, все, я же задал. Нет? Не задал, что ли? Не списали, что ли? Академию. Билд. Я надеюсь, я таким образом не построю две академии. Окей. Что-нибудь... Науку какую-нибудь, может быть? А почему я не вижу, сколько у меня науки? Так. Я исследую шилдмиттер. Нет. Давайте... Давайте пучки. Исследуем пучки. 163 дня. Ну ладно. Чего? Наука, дело такое. Так. Мне кажется, пора заканчивать ход. Потому что я не понимаю, что происходит. 525. Наверное, это все-таки науки. Да? 138. Ну-ка. Давайте-ка посмотрим. Сейчас что-нибудь изменим. 137. Ага, нифига себе. Нет, все равно все очень медленно. Ах. Чувствую, я меня здесь разобьют. Просто вот под орех. Зум. Ладно. Вот сейчас я засек. 7300. Засекаем. 7300. Билд. Что здесь надо нажать? Вот может это? Да нифига. Это... Раш Кост. Мне не надо Раш. Мне надо вот... Вот просто стройте и все. И не надо Раш никакой. Афиг с тобой давай, Раш. Вымогатели. Следующий ход. Конечно, сейчас... Три Академии потом построятся, блин. Разом. И куда мне столько? А, на зум. Академия, отлично. Зачем ты мне нужна? Кадет. Это все офицерство. Мне в этом разбираться сейчас неохота. О, я знаю. Я вспомнил. Я же могу сделать... А, дороговато. Дороговато. Не хочу сейчас вдаваться в подробности местного редактора. Поэтому не буду по его поводу запариваться. Лучше слетаю на Бетельгеза. Еще маленько разворую. Так, а здесь зумнем. И построим, построим, построим. Построим коллектора. И пусть он летает и собирает вот... С газового... Газовый гигант будет выкачивать. Инсофишин, блин. Ты кто вообще построишься, нет? Ничего не понимаю. Так, вот коллектор. Билд, блин. Да я согласен, на 18 дней. Сколько ж можно-то, ребят, ну... Почему только... Ладно, 18 дней. Я согласен. Хорошо. Да будьте вы прокляты. Чего надо нажать, чтобы он строить уже начал, а? Реассайн. Может так? А, вот че. Должен быть какой-то офицер, видимо, который будет надзирать за исполнением. Все из-под палки. Все из-под палки. Давай еще играть, Бетельгезе. Твоя задача... Э, а почему он не может больше делать гавер? Слушайте, наверное, нужно было сгрузить, а я нифига не сгрузил. Очередной фейл. Что тут скажешь? Поиграем еще несколько ходов. Я думаю, что здесь, на самом деле, это не та игра, в которую можно за 20 минут вдруг выиграть. Ну, че себе, слушайте, тут красный колонизирует уже. Ну, очевидно, круче меня. Ладно, так. Зум. Вот ты, кораблик. Че толку, ладно? Тут нифига не построилось. О, коллектор. Однако ж. А, это Under Construction. Вот я вижу, как бы он... Он в сухих доках стоит. Да, наука идет. Мне кажется, я поспешил, конечно, с тем, что так резко начал расходовать ресурсы. И, очевидно, насовершал просто какое-то дикое количество ошибок. Потому что я не привык играть в такие сложные, такие серьезные... Ну, на Вегу давай. Слетай на Вегу, на разведку. Сложные, серьезные такие космические стратегии. Я, конечно, не думаю, что это прям уж такая сложная и серьезная космическая стратегия. Хотя, конечно, это вполне вероятно. Почему бы и нет? Но... Но был у меня, кстати говоря, опыт с одной космической стратегией. Очень неплохой. Реско. Давай, Реско, так Реско. Спасательная миссия там у нас. О, два хода. Класс. Так. Starbase Dolphins. Отлично. Next turn. Че тут у нас? Коллектор построился, да? Класс. Так. Ты давай обратно, братюня. А у нас здесь тем временем сменился музыкальный трек. И построился коллектор. И чтобы нам такого еще сварганить... А почему нельзя еще один коллектор? А если я хочу... Так вот, играл я когда-то в игру, которая называется Remember Tomorrow. Это космическая стратегия, кстати, от российского разработчика. Там чуть ли не один человек ее разрабатывал. И... Если вам известно, то он потом еще работал над такими играми, как... 7.62... Точнее, Бригада Е5 и 7.62. А также этот человек был администратором ресурса Вольный Стрелок, посвященного тактическим стратегиям и... В частности, Джаги Таллианс серии. Так вот, Remember Tomorrow игрушка совершенно чудесная, я вам скажу. В ней есть одна очень хорошая вещь. Там очень простая экономика. Там весьма простая дипломатия. Вообще, она в качестве стратегии... Ну, как бы там мало стратегии. Но чего там много. Там такой редактор кораблей, которого я после этого не видел больше ни в одной игре. Хотя игра старая, ей, наверное, лет 15 уже, что ли, где-то около того. Вот. Так, в общем, этот редактор настолько хорош, что мы буквально каждую палубу своего корабля... Настраиваем их по отдельности, выставляем туда различные модули, баки. То есть у нас нет такого, как, допустим, вот здесь, да? Как обычно бывает в конструкторе кораблей. Мы выбираем, какой тип корабля. Вот, ну, допустим, вот мы выбрали сталкера, да? И нам вот дают несколько опций. Вот, например, здесь выберите там такую торпеду, такую торпеду, такую торпеду. Нет, remember to borrow. Вот мы выбрали каркас корабля. И мы попадали в такой весьма продвинутый редактор. Особенно для того времени, где мы могли выбрать конкретную палубу. Ну, грубо говоря, этаж этого корабля. И мы видели сеточку этого этажа. И мы на нем буквально вот конструктором, как кубиками лего, собирали все модули. Ну, там, правда, конечно, были четко места на палубах, куда можно было ставить орудийные модули. Но, правда, в те же самые места, куда можно было ставить орудийные модули, можно было ставить что угодно. Ну, то есть места для орудийных модулов, это, скажем так, оружие, можно было ставить только туда. Но, в принципе, в эти же места можно было ставить любые другие. Ну, и были еще места для модулей двигательных. Ну, для двигателей. Но туда, опять-таки, тоже можно было ставить и модули стандартные. В общем, это игра, которую стоит поиграть только ради ее вот этого совершенно шикарного редактора кораблей, потому что когда ты строишь какой-нибудь громадный пятипалубный дредноут, а потом идешь и просто все разрушаешь, то тут на самом деле неизвестно еще в чем больше удовольствия. Этот дредноут собственноручно спроектировать, либо же этим дредноутом потом всех победить. Вот, это вопрос большой, на мой взгляд. Для меня лично очень большую часть удовольствия составляла именно процесс проектирования. Ну что же, пожалуй, с этой игрой мы, друзья мои, закончим. Напоминаю, что я прошу вас, как всегда, друзья мои, не напоминаю, а прошу вас, посоветовали ли мне еще какую-нибудь игру, в которую можно было бы поиграть, которую вы бы хотели, чтобы я продемонстрировал всем остальным своим зрителям. И спасибо за просмотр, и до свидания, друзья мои.